Привет-привет! Это Таня со Львовым. И мне нужно сегодня вот что сделать. А Шаня купила вот такую орхидею на распродаже. Взяла ее на реанимацию. Заплатила за нее 49 гривен. Она у меня постояла почти неделю дома адаптировалась. И надо мне ее пересадить. Тут уже корни сухие, но в стаканчике и вижу корешки еще здоровые. А когда мы с вами гуляли по парку, то собрали кору. Что я сделала с корой? Ничего не сделала. Я только ее сложила в тазик и облила кипятком. Вот так вот немножко поболтала и слила воду. Вот она уже остыла. Так как я когда купила эту орхидею, я думала у меня дома есть какой-то горшочек такой для орхидеи. Побольше не оказалось. Баклажка двухлитровая, обрезала. Вот когда уже началось тут сужаться, сделала дырки. Гвоздиком раскалила на газе, сделала дырки. Буду сюда. Оно все равно больше. Оно по объему, ну почти в два раза объем больше, чем здесь. До весны этого хватит. А весной я что-нибудь придумаю. Так. Ну что, сначала надо вытряхнуть ее от орхидеи. Убираем вот эти все палочки, зажимчики. Так тут много. Я подозреваю, что это короткая. Это вот эти вот низкорослые. Потому что они низенькие. Видите, веточки. Их много. Палочки выбираем. Дырочку. Листучек уже тоже сам отвалился. И переваливаем. Видите, какая мелкая кора. Совсем мелочь. Что мне делать? Так. Вот эти сухие корешки я все обрезаю. Вот этот чуть-чуть оставлю. Тут он живой. Где еще живой, я там оставлю. Тут даже есть гнилое. Да. Так. Вот тут гнило тоже. Немалочка выше. Там место, где загнивает. Видите, даже. Просто снимаю. Остаются такие тоненькие ниточки. Тут обрезать, тут гниет. Так. И вот эти цветоносы все обрезаю. Они уже цвели. Так. И с этой стороны эти сухие снимаю. А вот ниточки вот эти, которые корешочки, оставляю. Так. Тут полностью отсохло. Тут тоже снимаю. Так. И еще. Самое главное, почему я... Я могла бы а так оставить, как оно есть, но... Почему я решила все-таки пересадить, перевалку сделать. Когда орхидеи высаживают для продажи. Тут еще гнилые корешки. То они сажают вот такие стаканчики. Видите? Вот я снимаю стаканчик. Такие вот держатели. И вот такой вот... Я не знаю, что это. Субстракт. Это, наверное, похоже на кокосовый субстракт. Волокно какое-то кокосовое, что ли. И когда оно долго находится в этом... С этим волокном на корешке. Видите, что делается? Все пожелтело. Вот отсюда все вот. Начало загнивать. Они их заливают и отправляют. Пока они в дороге... Вот это их питает водой. Влагой. Она уже была на распродаже. Значит, она уже начала портиться. Она уже долго стояла в магазине, на складах. Там, где она там только не стояла. Видите, что делается? Вот если близко. Все желтые. Они с вами даже и черные. Вот черные. Вот видите, черные корешки. Это все-все надо убрать. Обязательно, когда вы покупаете орхидею, обязательно, даже если она в прекрасном состоянии, обязательно нужно делать пересадку. Вот она отцвела. Пересадили, сняли вот эту вот штуку. Вот. У меня орхидея, видите, как гниет. Вот, что прям кончики черные. Есть живые корешки. Что-то я не знаю, что мог гниет или что. Такое какое-то непонятное. Тут оно вроде неплохое, а тут... Значит, самое главное, что в этой орхидеи пяточка не загнила. Вот тут вот это место, откуда корешки идут. Вот стволик и вот вниз пяточка. Тут оно не загнило. Это самое главное. Вот. Поэтому мне еще повезло. Вернее, ей повезло. Что? Буду ее сажать. Смотрите. Вообще, в идеале, если есть янтарная кислота, развести... Можно две таблетки янтарной кислоты развести на стакан горячей воды. Вот. И опустить туда вот так корешки, дать ей постоять хотя бы ночь. Вот. У меня была где-то янтарная кислота. Я ее сейчас искать не буду. Я ее пересажу так. А потом, когда найду янтарную кислоту, я просто сверху полью. Вот. Смотрю, какие-то разные всякие пластмасски валяются здесь, в этом грунте. Ладно. На дно насыпаю вот этот родной грунт. Немножко. Немножко. И ставлю. И ставлю. Ставлю туда. Орхидейку. Вот. Так. Что я делаю? Вот этот, который я покупала, кору. Я ее туда. Сейчас буду ломать. Напихивать крупные кусочки. И чередовать, кстати, с родными кусочками. Даже такая вот толстенькая есть. Вот. Немножко чередовать с таким грунтем, чтобы мы заполняли. Опа. Постранство. И постукивать. Так. Еще у меня есть вот такой же сушенный мох. Я буду местами этот мох туда тоже вкладывать. Мох хорошо. Орхидейки любят мох. Во-первых, когда поливаете, он задерживает влагу. Вот. Немного. Прям кусочками такими. И так буду чередовать. Вот такой кусок большой. И вот в целом туда запихну. У меня есть покупной, кстати, грунт. Если не хватит, то еще покупного сюда. Напихаем. Я думаю, что может хватит. А может и нет. Не знаю. Я люблю, когда в орхидейке чередуются и мелкие кусочки, и крупные кусочки. Вот. И сейчас я вам покажу еще один секретик, который я всегда делаю, когда пересаживаю. так. Пока не засыпала. Обязательно мне нужен камушек какой-то. Вот у меня такой камушек. Такой он зеленый. Стекло, наверное. В общем, камушек вот такой вот. Вот под эту пяточку, которую я вам говорила, вот сюда. Под пяточку эту. Откуда мы сняли вот этот горшочек. Обязательно кладу камушек. Тогда растение сядет на камушек. Вот. И со всех сторон оно будет проветриваться. Камушек, даже когда польете, если вы поливаете сверху, это неправильно. Ну, в принципе, снизу поливать надо. То есть, ставить надо в воду. Вот. Камушек, если даже намокнет, очень быстро высыхает, и всегда будет сухо. Обязательно ставлю камушек. Ну, пока что надо насыпать, там некуда его поставить. Не на что опереть камушек. Так, сейчас. Два литра. Если бы мы немножко обрезали. Ну, полтора литра где-то здесь. Достаточно. Вот. Ставлю камушек под пяточку. Прям сажаю его туда, на камушек. Саму орхидейку. И стараюсь так, чтобы оставить это место не прикрытым. Чтобы все время я видела, что там оно проветривается. Камушек вытащила. Сейчас еще раз. Надо еще доложить туда. Проваливается камушек. Пяточку. И так. Так. куски у меня так камушек я все-таки этот камушек туда сейчас запихну вот все теперь камушек хорошо стал пяточку видно нет камушек вот там камушек вот вот там камушек опять мух подкладываем что мне хватило этого субстракта грунта каретой не буду открывать магазинный не этого хотим тут вообще тоненькая кора причем ее тоже сюда приспособлен так 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 корешки у меня дышат я вижу что там где этот камушек там есть вот здесь вот есть просветы между корой я вижу что надо есть будет дышать что теперь закладываю мох и сзади я очень люблю когда сверху еще кстати не только я архивейка сама такое любит камушки лежали на разные тоже камушки есть другой раз иду по улицам иду какой-то камушек красивый и в карман его орхидейки любят камушки вот так я пересадила свою орхидею тут у нас дырочки сейчас найду какую-то плосочку такую чтобы можно было туда ставить смотрите видите уже испарено можно и пока не поливать кора влажное оно будет из коры тянуть так что я даже поливать сегодня не буду завтра пусть пока в своем домике приживется просмотрела я листочки нигде нет ли нету ничего нету все чистенько это меня радует все моя орхидейка идет на пмж на подоконник все всем папа с вами была таня все я